В прямом эфире новости сейчас на телеканале АЭС-ТВ. С главными событиями уходящего понедельника вас познакомит Иван Губин. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Нагадала убытки. В Тулуне задержали ведунью аферистку. Ее подозревают в краже 100 тысяч рублей. О криминальных новостях в начале выпуска. Условия эпидограничений изменили. Классы и группы детских садов будут отправлять на дистант, если ковидом заболеют минимум 20% коллектива. С чем связано такое ослабление? Расскажем далее. Собирали по деталям. В Иркутском театре народной драмы состоялась премьера спектакля о святом Александре Невском. Постановки готовились несколько месяцев. Даже с нуля воссоздали русское оружие и доспехи 13 века. Подробности во второй части выпуска. Братский саночник Семен Павличенко вышел из гонки за олимпийское золото в Пекине. Что стало причиной неудачного заезда? Расскажем в спортивном блоке. Ну а начинаем с новостей часа. Расследование гибели детей на пожаре в Качугском районе взял на контроль Следственный комитет России. В субботу вечером в деревне Тимирязево загорелся дом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела детей в возрасте 1 и 4 лет. Как потом остановит Следственный комитет, пьяный мужчина из ревности облил сожительницу и малышей горючей жидкостью. А после поджог женщину и самого младшего ребенка с ожогами увезли в больницу. А двое детей погибли на месте. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство двух малолетних лиц. А также по статье «Халатность» будет следствием дана правовая оценка действия либо бездействия должностных лиц органов системы профилактики. Сняла порчу с денег, однако вместе со сглазом пропали и сами сбережения. В Толуне полицейские задержали подозреваемую в магическом хищении около 100 тысяч рублей. Женщина, представившись потомственной ведуней, убедила жительницу микрорайона угольщиков, что ее средства нуждаются в мистической очистке от порчи. 59-летняя тулунчанка согласилась на ритуал. Однако то, что ее не просто почистили, но и обчистили, пострадавшая поняла спустя несколько часов. Оперативники быстро задержали подозреваемую гадалку. Ей оказалась 31-летняя, ранее судимая за аналогичные обряды, жительница села Широгул. Против нее возбудили уголовные дела. Приехала в город Тулун, милостивную попросить. Пошла по домам и там уже совершила преступление. У кого деньги похитили? У бабушки. Ранее привлекались вы куда уголовную ответственность? Что делали? Преступление по мотивам Достоевского раскрыли в Братском районе. На днях местный магазин напал неизвестный с топором в руках. Злоумышленник сначала угрожал продавцу расправой, а позже похитил из кассы 25 тысяч рублей и скрылся. Оперативники по показаниям пострадавшей составили ориентировку и начали розыск. Подозреваемого задержали. 29-летний мужчина – житель поселка Гидростроитель. Все деньги он успел потратить на личные расходы. Как и в романе известного писателя «Злоумышленника» теперь ждет наказание. Против него возбудили уголовные дела. Совершил разбой на киосах продуктовый. Зашел туда с топором, продавцу сказал, давай деньги. Она мне отдала деньги, я выбежал из киоска и побежал по улице Дальней, где находится магазин. Полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве денег. Оперативники установили, что житель Иркутска ежемесячно в течение трех лет забирал по 30 тысяч рублей у бизнесмена за покровительство и решение вопросов с предпринимательской деятельностью. Мужчину задержали в машине. В его авто сотрудники МВД нашли пистолет и два пакета порошкообразного вещества белого цвета. Сейчас их исследуют. Против него также возбудили уголовное дело. За что задержали? Я лишь помогал человеку, он не помогал денежными средствами. А как помогали? Каким образом? Ну, таким, что определенные точки у него есть. Он по звонку, я ему поезжал, помогал. То есть покровительством занимались? Ну да, так сказать. Почти на 3 миллиона рублей штрафует Усольский свинокомплекс. Такое решение принял 4-й арбитражный апелляционный суд. Ведомство поддержало требования регионального Росприроднадзора и Байкальской природной территории. Напомним, в апреле прошлого года в Усольском районе произошло экологическое происшествие. Вода в реках белая и мальтинка изменила цвет, в результате чего в водоемах образовалась пена и появился неприятный запах. Из-за угрозы к качеству питьевой воды в Усоль-Сибирском и Усольском районе ввели режим повышенной готовности. Ранее суд потребовал руководство свинокомплекса ликвидировать отходы. В Иркутской области стали чаще выявлять случаи мошенничества с недвижимостью, сообщает Росреестр регионом. В январе специалисты пресекли незаконное переоформление земли в поселке Никола Иркутского района. При обращении в ведомство для регистрации первичного права собственности, свою личность заявитель подтвердил временным удостоверением. Его выдал отдел миграции ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края. Специалисты во время экспертизы в подлинности документы усомнились. В дальнейшем выяснилось, что мужчина, от которого поступило обращение, умер 10 лет назад. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А специалисты напоминают, чтобы обезопасить себя и свою недвижимость, гражданам рекомендуют подать заявление в отделение Росреестра или МФЦ о невозможности проведения сделок без личного участия. Кроме того, перед любой сделкой следует проверить всю информацию о недвижимости. Это то, что вам позволит, ну, какие-то такие очевидные риски уже исключить. Во-вторых, ну, тоже в качестве совета, если вы давали доверенность кому-то, может быть, на продажу своего объекта недвижимости, и передумали, либо доверенность давалась на большой срок, и это уже не актуально на сегодня для вас. Не поленитесь отозвать свою доверенность официально, через нотариуса отозвать, чтобы не было никаких сюрпризов для вас на неприятных в будущем. А теперь коротко о ковид-статистике. За сутки в Приангаре зафиксировали 2497 случаев заражения коронавирусом. В больницах проходят лечение 4038 пациентов. Выздоровели 326 человек. Инфекция забрала жизни 15 жителей региона. Еще один скончался от несвязанных с COVID-19 заболеваниями. Тем временем кружки и спортивные секции в Уссолье-Сибирском ушли на дистант. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил мэр города Максим Торопкин. Удаленно будут работать и учреждения дополнительного образования. В муниципальном штабе по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции проанализировали статистику по заболевшим и приняли решение ввести дистант. Он продлится до особого распоряжения. С этой недели переводить школьные классы и группы детских садов на дистант будут при 20% заболевших в коллективе. Об этом сообщает ТАСС. До этого в период пандемии коронавируса для введения удаленки было достаточно одного заболевшего. Такие изменения в Росподрепнадзоре объяснили схожестью симптоматики омикрона и ОРВИ. Как сейчас проходит обучение в школах региона и когда же все-таки вернуться за парты, расскажем далее. Татьяна Камшила, основа синтаксиса и грамматики, в онлайн-конференциях преподает ничуть не хуже, чем на очном занятии. Однако признается, привычнее все же вести уроки в реальном, а не виртуальном классе. Как, например, в этом кабинете. Здесь шестиклассники постигают отечественную историю вживую. И несмотря на массовый переход на дистант, занятий в оффлайне в 23-й иркутской школе остается больше. В настоящее время из 98 классов у нас закрыто 24 класса комплекта. Из них 5 классов закрыты по причине ОРВИ. Все остальные — это по контакту с ковидом и дети, которые заболели с ковидом. Данная информация меняется с каждым днём. Поскольку какие-то классы уже выходят, какие-то классы уходят. То есть это процесс абсолютно текучий. Всего в регионе с начала февраля на дистанционное обучение полностью или частично ушло более 80 школ. Однако жёсткие меры по сдерживанию заболеваемости в стране ослабляют. Так, 6 февраля вступило в силу постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, согласно которому контактировавшие с больными ковид-19 теперь смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию. Связано это с тем, что симптомы и течение заболевания, вызванные омикроном, очень похожи на ОРВИ. Весомое отличие — высокая контагиозность первого. Рост точно, видим, по школам идёт. Если заболевает один ребёнок в классе, через 2-3 дня из этого же класса ещё 9-10 человек ковид-положительные. Поэтому рост значительный. Единственное, что в этой ситуации радует, что всё-таки дети переносят заболевание в достаточно лёгкой форме и достаточно быстро возвращаются в строй. Теперь же переводить классы на дистанционное обучение будут только при условии, что 20% коллектива заболеют коронавирусом. Такие ПИД-нормы действовали и для ОРВИ в допандемийное время. Значит ли это, что новый штамм ковида переходит в разряд сезонных заболеваний? Как отмечают инфекционисты, говорить об этом пока рано. Как и о том, когда все учебные заведения полностью вернутся в офлайн. Дарья Макарова, Екатерина Сыровацкая, Юрий Рябчиков. Новости. Сейчас. В продолжение темы. В Иркутском Сибэкспоцентре открыт временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций. На площадке работают мобильные бригады всех поликлиник столицы Приангария. Открыли новый отдел, чтобы разгрузить медучреждения и ускорить темпы тестирования. Подробности в сюжете Екатерины Сыровацкой. Временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций открыли в Иркутском Сибэкспоцентре. Приехать на осмотр могут жители всех районов города. Независимо от того, к какой поликлинике они прикреплены. В первую очередь это удобно для самих горожан. Кроме того, это разгрузит поликлиники. Данный центр разделен на две зоны. Первая зона – это красная зона, где уже люди приходят с первичным положительным мазком на ковид. И получают там консультацию, выписку льготных лекарственных препаратов. И получают лист нетрудоспособности. Открывают, если при необходимости им это нужно. На выставочных площадях разместились мобильные бригады всех поликлиник Иркутска. Здесь, во второй зоне, без предварительной записи, принимают больных с признаками ОРВИ. По талону пациент подходит к стойке регистрации, заполняет меданкету и сдаёт экспресс-тест на ковид. Если результат отрицательный, идёт к терапевту на осмотр. А при положительном пациента также направляют к специалисту, но уже в красную зону. Сегодня объехали все больницы, заехали в поликлинику. Везде большие очереди, поэтому решили обратиться в новый ковид-центр. Сюда приехали, взяли талончик на электронную очередь, дождались очереди. Прошли терапевта, взяли тест. Сейчас сидим, ждём результата. Врачи принимают пациентов с 8 утра и до 8 вечера. Только за это утро на диагностику пришли 300 человек. Всего центр рассчитан на обслуживание тысяч пациентов в день. Да, удобно, быстро вообще. Отлично, всё понравилось. Но лучше, конечно, не болеть. Екатерина Саравацкая, Константин Синицын. Новости сейчас. Большая распродажа белорусской обуви. Всё о 1300 рублей. Красиво, хорошие модели, очень удобные и утеплённые хорошо. Мне нравится и цена устраивает. Иркутск, Ленина, 48. Дворец спорта, труд. Ангарск, микрорайон 12А. Коминтерна 1. Кинотеатр Родина. Санаторий «Электро». Уникальные природные факторы для вашего здоровья. Оздоровительный отдых для всей семьи. Современное санаторно-курортное лечение. 8 медицинских программ по основным профилям. Санаторий «Электро». Настоящий курорт недалеко от города. Это новости сейчас. И мы продолжаем. Второй день. Жители Иркутской области отмечают существенное потепление. Сегодня 7 февраля. По прогнозам синоптиков, 0 градусов. Переменная облачность и местами небольшой снег и ветер 5-10 метров в секунду. Специалисты отмечают, такая погода в феврале бывает достаточно часто. Однако теплую одежду далеко убирать не стоит. В этом месяце еще ожидаются серьезные заморозки. В течение всей рабочей недели будет заходить этот холодный воздух. И к концу недели, то есть где-то к пятнице, уже ночные температуры ожидаются около 30 градусов. И дневные температуры ниже 20. И это вот на самом юге области, то есть местами в северных и верхнеленских районах, это 35-37 градусов ночные часы. И в дневные часы около 25-27 градусов. Другой взгляд на погоду в Иркутском зоосаде. Там ежиха Маня предсказала раннюю и теплую весну. Для гадания в вольер зверьку положили разную еду. По поведению животного сотрудники отметили приближение теплых дней. Таким способом прогноз определяют не впервые. Еще в Древнем Риме 2000 лет назад считали, что активное поведение разбуженных ежей – предвестник ранней весны. Если зверьки оставались свернутыми в клубок и не высовывались, понимали, что холода затянутся. Теперь Маня передает эстафету Сурикату Солнышку. Она предскажет итоги Олимпийского матча по хоккею в Пекине между Россией и Швейцарией. Познавательный мультфильм «Байкальские истории» выпустила экологическая организация «Мой Байкал». В картине мальчик Дима и Нерпа Дуся знакомят с Байкалом и его природой, а также обитателями юных экоактивистов. Так общественники хотят приобщить как можно больше людей к заботе и защите озером. В первой серии персонажи рассказывают об дембиках и вреде микропластика. А во второй поднимают очень важную тему – загрязнение и очистки Байкала. Оба эпизода уже доступны к просмотру на YouTube-канале организации. История национального героя в авторском спектакле. Долгожданная премьера сказания о святом Александре Невском состоялась в Иркутском театре народной драмы. Артисты репетировали несколько месяцев, а также активно работали в мастерской, где создавали точные копии макетов древнерусского снаряжения. Так исполнитель главной роли собственноручно сделал доспехи XIII века. Александр Гаврилов продолжит. XIII век. Войны между усобицей и трудное для Отечества время. Во главу встает князь Александр, считающий, что только в единении с Богом при его помощи и наставлении возможно решить все накопившиеся проблемы. Великий князь заложил основу государственности, положил начало прекращения смуты, положив конец братоубийственным воинам, призвал народ объединиться тогда, когда на Русь это всюду наступали очень сильные противники. Апофеозом жизни князя стал момент принятия схемы, обета монашества. Это было как раз в духовной, православной жизни. И вот этот момент, наиболее четко, именно как фундамент, который позволил все это совершить, вот сегодня в этом театре, в этом спектакле он и отражен. И это, на мой взгляд, очень-очень важно. В театре народной драмы работали над пьесой, созданной по историческим мотивам о житии национального героя. Чтобы зритель чувствовал себя в XIII веке, создатели обратились за помощью к экрану и спецэффектам. К слову, это не единственная особенность спектакля. Например, исполнитель главной роли Калиник Семенов самостоятельно сделал важную часть костюма – бармицу, закрывающую горло. А сценографы дополнительного создали оружие и элементы древнерусского быта. Музыку и тексты песен также написали артисты театра. И несмотря на то, что создатели старались максимально погрузиться в прошлое, постановка получилась актуальной и современной. Это настолько современно, что практически XIII века и сегодняшний XXI, они как братья-близнецы, очень похожи. Та же история вокруг России, та же позиция Европы, будем говорить, такая несправедливая и неправильная, я бы сказал. И вот государственный деятель, великий наш Александр Невский, он нам дает пример, как стоять за Родину, как стоять за свою родную веру, как любить свой народ, свою землю, как ее защищать. Увидеть сказания об Александре Невском в следующий раз можно уже 12 февраля. В театре постановку включили в ряд основополагающих спектаклей. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. А теперь к новостям спорта. Саночники из Браска Семен Павличенко и Александр Горбацевич не смогли завоевать медали Олимпиады в Пекине. Так, Павличенко по итогам всех заездов стал 10-м. Горбацевич занял 14-е место. Наши спортсмены также выразили недовольство по поводу качества саней. Среди россиян на лучший результат показал Роман Репилов. У него 9-е место. Спортсмену уступил почти 3 секунды немцу Йоханнесу Людвигу, который по итогам заездов стал победителем соревнований. Серебро у представителя Австрии, бронза у итальянского спортсмена. В шаге от тройки остановился и легендарный Феликс Лох. Трехкратному олимпийскому чемпиону, одному из сильнейших саночников в истории, не хватило секунды, чтобы попасть в призеры. Также новости с Олимпиады. Спортивная форма российских олимпийцев с изображением Байкала попала в рейтинг самых стильных по версии Форбс. Напомним, традиционная национальная символика нашим спортсменам все еще недоступна. Однако патриотизм подчеркивает очертания знаковых географических объектов. Байкала, земли Франца и Иосифа, Камчатки, Сахалина и других. Как отметили в издании, основной оттенок формы – цвет цин. Это лазурный цвет, ассоциирующийся со здоровьем и гармония в китайской хроматической культуре. Создатель коллекции – дизайнер Анастасия Задорина. В источнике также подчеркнули, ей удалось создать лаконичные образы в соответствии с мировыми тенденциями моды. Кубок губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди девушек до 15 лет выиграли дебютантки соревнований из Красноярска. В финале команда «Инисей» победили Сипскану. Сборная хозяйка турнира состояла из хоккеисток Иркутска и Свирска. Кости победили со счетом 2-1, взяв реванш за проигрыш в матче группового этапа. Третье место у команды Сипскана рекорд. В матче за бронзу она обыграла шелиховских спортсменок. Лучшими игроками турнира признаны Александра Зверева и Людмила Середкина из сборной Сипсканы, а также Ксения Каренко и Дарья Коршунова из «Инисея». Вы показали на самом деле красивый хоккей. Вчера многие из нас смотрели третье олимпиады. Я думаю, что в будущем этих олимпиад за вами, девчонки. Стремитесь, потому что женский хоккей сегодня является базовым видом спорта в Иркутской области. А я напоминаю, вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. А прямо сейчас наш эфир продолжит программу «Простые мечты». Не переключайтесь. Это были главные новости уходящего понедельника. Оставайтесь на АС-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...